Всем привет, меня зовут Софа, я очень рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас итоговое видео за месяц, в моем случае за два. Так как в октябре я раскрасила немного больше работ, чем в сентябре, решила объединить эти два месяца. И еще одна работа будет вообще с августа, просто потому что я забыла показать ее в итоговом видео за август. Давайте начнем. Первая работа в раскраске сборники от Риты Берман. Я захотела раскрасить в ней, так как она по большей своей степени такая сезонная. Решила раскрасить что-нибудь из осеннего отдела, ну такое прям максимально осеннее. Здесь я использовала для фона акварель. Очень хотелось попробовать в этой книжке поакварелить, потому что у меня уверяли, что очень хорошая бумага плотная, очень хорошо подходит для акварели. И я в этом убедилась. Действительно, очень хорошая бумага. Здесь раскрашено все акварелью и фон и все остальное, ну и с доработкой карандашами, с исключением фона. Вот, видите, ничего не протекло абсолютно, все целое, непредимое. И, опять же, очень удобный формат. Раскрашивать было одно удовольствие. Следующая раскраска Томислава Томича. Моя очень давняя хотелка. Я заказала ее вот буквально в начале осени и сразу же начала ее, потому что эта книга была моей мечтой, наверное, на протяжении последнего года. Ну, была она очень дорогая, но, в принципе, сейчас-то не очень дешевая. Вот, но все-таки я решила себе ее купить. И здесь я начала вот такую вот иллюстрацию. Это я раскрашивала на игру Фанты ВКонтакте. И моя работа попала в топ-10. Она даже была на аватарке какое-то время. Я была очень рада и удивлена этому на самом деле. Это вообще первое такое вот событие в моем раскрашивательном мире, чтобы куда-то попасть в какой-то топ там или еще что-то. Ну, в общем, вот. Я раскрашивала по референсу, можно сказать... Нет, как правильно сказать? Я нашла картину в похожих тонах. Только там вместо замка такая огромная-огромная рыба. И все было вот с такими вот рефлексами. И вот эта вот сама идея, то, что вода зеленая, а не, как мы привыкли, голубая, там, синяя. Вот, мне очень понравилось. И результатом я, кстати говоря, очень довольна. И, кстати, раскрасила я ее, наверное, за два дня, что ли. Но это очень быстро. Насколько я знаю, даже для раскрасок Томича. Вот такая работа. Следующая работа как раз-таки была августовская. Я просто забыла ее показать. Здесь я раскрасила Шани. Вот так вот сделаю. Здесь я раскрашивала Шани. На фоне использовала акрил металлический. Античное золото называется. Очень красиво смотрится. Ну, вживую прям вот сто процентов. Очень красиво. Также здесь сзади я использовала интерферентную акварель от Ван Гога. Пыталась изобразить что-то типа свадьбы. Как в оригинальном квесте в игре. На одежде самой Шани тоже пыталась сделать рефлексы всякие разные. Не знаю, получилось или нет. Картинка вышла достаточно такая мрачная. Не в моем стиле, но мне очень понравилось. Действительно работать с темными тонами сложнее. Вот. Но, в принципе, результатом я довольна. Вот такая вот Шани. Следующая работа в книге о вечернильной бабочке. Это был совместник. Мы раскрашивали на сентябрьский марафон наш в инстаграме, который был посвящен путешествиям, перелетам, переездам и возвращению домой. Вроде так. Правильно сказала. Здесь я сделала большую дорисовку. Вот. Эта девочка, она была вот в рамках вот этого круга. Девочка, мышка и лодка. Ну, в общем, вот все, что за пределами этого круга, я дорисовывала. Вообще, эта идея пришла ко мне спонтанно, и я боялась ее воплощать. Я очень долго не могла подступиться. Думала, зачем только испортю все. Вот. В принципе, картинка легкая. И ничего сложного здесь нету в целом. Мне понравился сам процесс, результатом я тоже очень довольна. Получилась такая полноценная картинка. И водоросли, кстати, мне очень нравятся, как я сделала внизу. Вот такая вот иллюстрация. Эта книжка у меня не очень продвигается. Но надеюсь, вот хотя бы такими дорисовками получится. Интересно ее раскрашивать. «Магия городов». Здесь полный психодел. Я вообще, если честно, немного в шоке от результата. Вот такая работа. Это тоже была работа на марафон по... Как она называется? Away Home. По-моему, назывался у нас марафон. Посвященный вот как раз-таки дороге, возвращении домой и все такое. Я решила раскрасить... Не знаю, почему я решила раскрасить в этой раскраске вообще в целом. Очень тяжелая книга для меня. Ну, не знаю, предыдущая работа, которая у меня здесь есть, еще одна. Она вроде бы далась мне не тяжело. Ну, по крайней мере, вот не так тяжело, как эта. Она не доделана, но я не собираюсь ее доделывать. Я просто... Вот у меня голова идет кругом. Когда я смотрю на нее, решила оставить так. Думаю, пусть вот как есть. Вот эта дорога просто вообще сбила меня с толку полностью. Я не могла нормально размыть ее. И все, у меня после нее уже вообще опустились руки. Но все равно я ее как бы учитываю как готовую работу. Все-таки она есть. Я потратила на нее время. Надеюсь, что другие книжи, другие иллюстрации в этой книге дадутся мне не так тяжело. Может быть, это действительно такая иллюстрация просто попалась. Следующая раскраска. Цветочный год от Лейла Дьюли. И здесь у меня маленькая победа. Я раскрасила вот такую вот замечательную розу акварелью. Без вообще какой-либо доработки карандашами. Я очень довольна вообще результатом. Работала. Ну, наверное, как это принято называть техникой лисировки. Я вообще не спец по акварели. Ну вот, кстати, камера не очень передает... Камера не очень передает цвета. Они такие максимально приглушенные, потому что бумага кремовая. Вот. Я ориентировалась на фотографию реальной розы садовой. Она такая приглушенно-розовая, пыльно-розовая, что ли, так. В общем, я не могу прям налюбоваться. Мне очень нравится, как получилось. Не знаю, смогу ли я что-то еще здесь раскрасить акварелью. Но, как бы, опыт уже в копилке. И мне действительно очень понравилось. Хоть и это, как бы, нелегко удалось. Следующая работа была раскрашена, по-моему, не на марафон. Вроде бы, просто так я ее раскрасила. Но я не вспомню сейчас. Вот. Кстати говоря, разворот огромный просто. Но я его раскрасила недолго. Недолго я его красила. Быстро получилось. И мне очень нравится. Я использовала в качестве референса прям вот настоящий кадр из фильма. Вот. Но картинки такие тоже есть. То есть мне не пришлось пересматривать фильмы и останавливать там, скриншотить. Нет. Я нашла вот уже как бы готовую фотографию, наверное, так. Вот. И мне очень нравится, как получилось. Картинка прям вышла вот такой, какой я себе ее представляла. Ну вот, цвета кожи немножко у них отличаются. Раскрашивала я, кстати, призмами абсолютно все. Но на фоне акварель. Вот где небо. Где небо, луна. И вот эти вот листики по краям. Это тоже акварель. Все остальное цветные карандаши без подложки. Призмы. Вот. Сначала я начала раскрашивать ровно. И мне показалось, что портрет получается ужасным. Что мне не нравится. Но потом я думаю, блин, ну раз уж я себе в планы подставила эту картинку, то надо ее как-то доделывать, заканчивать. Вот. И потом все как по маслу пошло. Быстро я с ней справилась. С результатом вообще очень довольна. Ну и следующие три картинки вы могли наверняка видеть в предыдущем моем видео. Это был челлендж по начинанию новых раскрасок. Первая это книжечка Home Sweet Home. Здесь вот такая вот простенькая иллюстрация. Котик на кресле. Максимально нежная палитра. Вот. И такой вот кафельный пол. Мне очень понравилось, как получилось. Прям по минимуму цветов я использовала. Прям не знала, как раскрасить этот пол. Хотела сделать что-то бледное, но в то же время, чтобы видно было какую-то текстуру там или еще что-то. Вот. Я использовала всего два цвета, кстати, для пола. Это крем и серый, наверное, какой-то. А это все раскрашено, кстати, полихромосли. Следующая работа в заколдованном лесу, где меня очень сильно разочаровала бумага. Я использовала для подложки для неба акварель. Сверху дорабатывала карандашами. Не дорабатывала, а уже перекрывала, неудавшийся эксперимент, а карандашами. Все остальное раскрашено так. На фоне призмы костер это калин. Все остальное это полихромоса. И вот этих зверюшек я раскрашивала акварелью. Зайцев без доработки. А вот этого медведя или собаку я немножко доработала карандашами. Поверх акварели получился такой пушистый как будто немножко, как плюшевая мишка. Вот такая работа. И последняя на сегодня работа подстать моему декору праздничному. Вот такая вот классная работа. Мне очень понравилась. Она прям максимально атмосферная. И я очень рада, что мне удалось на самом деле раскрасить тыкву в этом месяце. Но что-то такое тематическое хотелось раскрасить. Очень нравится мне вообще вот эта вот атмосфера этого праздника. Вот такая вот работа здесь. На фоне я пыталась нарисовать досочки. Как будто это все где-то в каком-то старом сарае. Или просто на улице где-то вдоль забора в темное время суток. Вот очень понравилось раскрашивать вот эти вот свечки. Тень от них. То есть такой, ну, полумрак получился. Вот паутинка. Паутинку я нарисовала карандашом прям поверх досочек. Потом обвела тушью и белой гелевой ручкой. Еще вот здесь паучок маленький. Вот, цветочки. Видно, нет на свету, что они переливаются. Это карандаш и металлик от Берлинга. Вот, а все остальное это призмы. А забор дроунги. Вот такие вот работы у меня получились за два месяца. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Желаю всем побольше вдохновения в следующем месяце. Отличного настроения. До новых видео. Всем пока. Пока.